Мы идем шагаем по стране. С таким девизом отправились на стадион Уральский Трубник участники спортивной акции, посвященной Международному Дню Пожилых Людей. Пришли, чтобы еще раз доказать, что пенсионный возраст не время для лени и хандры. В этом убедилась Светлана Вахмянина. Перед началом соревнований непременно разминка. Разогреть мышцы и дыхательную систему и просто зарядиться отличным настроением. Вместе с пенсионерами тренируется и молодежь, воспитанники дворовых клубов и спортивных секций. Сегодня они тоже участники масс-старта, посвященного Всероссийскому Дню Ходьбы. Дистанция один километр – это два круга. Пожилым людям предложено пройти только один, но все без раздумий устремляются на второй заход. Всероссийский День Ходьбы отмечают в России с 2014 года. Специалисты утверждают, что ходьба – это самый простой способ укрепить свое здоровье без особых нагрузок для организма. Мышцы согреются, организм подготовится. А так вот на наши соревнования приходят спортивные люди, кто всю жизнь проводил в спорте и здоров телом и душой. Один из них – Александр Федорович Иванов, ветеран войны и труда. Из своих 90 лет в 67 он посвятил спорту. Классической борьбой 15 лет. Чемпион области был в 52-м году уже по средней весе, по классической борьбе. В 64-м средней весе тоже по классической борьбе. Лыжи первый разряд, ноги, борьбы первый разряд. И борьба первый разряд. По зимним, по летним, в общем, по 15-м видам спорта я. В 72-м году на золотой значок ГТО сдал. После пешей прогулки – дартс, настольный теннис, волейбол. Каждый нашел себя в своем виде спорта. Валентина Чеканатова участвует во всех состязаниях. Женщина занимается и плаванием, и туризмом, и об общей физической подготовке не забывает. Я сдала норму ГТО на золотой значок. Конечно, два километра я бежала. Сегодня пройти два круга для меня – это пустяки оказалось. Но ярче всего спортивная борьба разгорелась на волейбольной площадке. Сначала на поле вышли ветераны старта и дворца водных видов спорта. Затем спортсмены мудрого возраста сразились с юными волейболистами. Первые 10 минут матча перевес был на стороне ветеранов. Опыт и спокойствие – главные инструменты успешной игры. Остальное – удачно сложившаяся команда. Мы же так. Вот ходим иногда, тренируемся на неделю. А женщина, вот Татьяна, она редко ходит тренироваться с нами. Первый раз таким составом. Итог игры – 2-0 в пользу молодежной сборной. Но зрители и организаторы утверждают – борьба была острой и напряженной. Ведь возраст – это не цифра в паспорте, а состояние души. Светлана Вахмянина, Денис Хромцов, Хроника дня.